Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Пятница, 29 января, на часах 11.06. Это время начала мужской пятницы на 101.0. Здравствуйте, Николай Голиков. И Владимир Сметанин, напротив меня. Да, приветствуем вас. Последний рабочий день на неделе. Кстати, последняя пятница в январе, на мой взгляд, как-то слишком быстро январь прошел. Есть такое ощущение, Николай? Да, есть. Но еще я тебя куджава пел, вот и январь наскочил, пролетел бешеный, как электричка. Он всегда быстро проходит, потому что праздники, новогодняя суета. То есть вот эти первые 10 дней в годах как-то скрадывают, да, вот это ощущение. Ну, у нас, надо сказать, сейчас на самом деле мужская компания. В нашей студии чуть позже представим нашего первого гостя. Ну, нашу мужскую компанию во втором части все-таки разбавит наша коллега Светлана Удельная. Ее рубрика «Культ поход». Да, сегодня она состоится. Будем разыгрывать снова билеты на концерты, спектакли, выставки и так далее. Задаем вопросы, вы на них отвечаете и получаете билеты, соответственно. Билетов, как всегда, полный мешок. Что касается программы «Голый весел», она обязательно будет сегодня. Новости есть, хорошие, добрые новости из районов области. В 12.30 ровно стартует, да. И мы постараемся. Это программа «Голый весел». Ну, а в первом часе, вот, может быть, это покажется странным, но мы будем говорить о загородном детском оздоровительном отдыхе. Вот так вот, в январе. Вообще-то, всегда же говорят, что готовь сани летом, а телегу зимой. Поэтому давайте будем говорить о том, как мы готовим телегу зимой. Но повод у нас для этого есть, конечно же, сейчас обо всем расскажем. В гостях у нас сегодня Сергей Коновалов. Это директор детского оздоровительного лагеря «Березк». Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день, здравствуйте. Наши слушатели уже, я думаю, в курсе, многие, потому что на протяжении последних дней у нас идет информация о том, что самые активные, талантливые ребята могут попасть в летний лагерь «Березка» с существенной скидкой. Вот, собственно, об этом мы сегодня и хотим поговорить. Опрос, кстати, у нас еще есть. Он не совсем привязан к нашей семье. Вопрос простой для всех слушателей. А вы ездили в пионерский, в скобках летний, но тех, кто не успел, в пионерский, лагерь отдыха? И два варианта ответа простых. Да? Ну, нет. Нет. Ну, перед тем, как заглянуть на наш сайт, а именно там можно проголосовать, а также на нашей странице ВКонтакте, мне казалось, что там 100% будет. Да, ездили, безусловно. Получается, не все так просто. 60% пока вот на данный момент проголосовали, съездили, да, а 40% не ездили. Господи, неужели может быть такое? Может быть такое. Я вот, по идее, тоже почти не ездил, даже один раз только в жизни съездил в пионерский лагерь, а потом уже только во взрослом виде, вот когда, как музыку играл на пионерском проспекте в Анапе, но это совсем другое. Там уже, как взрослые в пионерском лагере, это другое. Ну, и сообщаем номера наших телефонов, конечно же, 211-101, и если у вас возникнут вопросы по поводу отдыха, если вы родитель, бабушка, дедушка, вот хотите именно в лагерь «Березка» попасть, у вас есть возможность непосредственно задать вопрос интересующий директору. 211-101 и номер для СМС 8909-720-101. Сергей Анатольевич, перед тем, как вот об этой акции поговорить, да, будем так ее называть, давайте все-таки напомним, что из себя представляет лагерь «Березка», где находится? Год основания мы тут уже выяснили. Да, но мы выяснили не в эфире, да, 1957-е, вот даже вот как-то я запомнил. Быстрица, Быстрица, Быстрица. Да, совершенно правильно, детский оздоровительный лагерь «Березка» — это на сегодняшний день самый, наверное, один из самых крупных лагерей Кировской области, и находится он, правильно, на берегу реки Быстрица. Это 28-й километр советского тракта, территория громадная, 18,5 гектар, и мы с удовольствием принимаем детей. Николай тоже, да, перед началом эфира задал вопрос, который ему сын рекомендовал задать. Да, сын рекомендовал задать директору пионерского лагеря, потому что для сына директор пионерского лагеря — это, наверное, как для нас президент России, это самый большой человек, так сказать, в жизни. А вопрос заключается в том, чем... Пионерский лагерь зимой, извините, честно, лагерь оздоровительный, да, но я уж по старинке буду говорить. Есть у нас в Кировской области летние загородные детские лагеря, есть лагеря, которые работают круглогодично. Лагерь детский оздоровительный лагерь «Березка» работает и в зимние, и в летние, и в осенние каникулы. И в выходные дни мы принимаем классы, которые приезжают к нам на отдых выходного дня. То есть заранее можно найти ваши контакты, есть сайт в интернете «Лагеря Березка», то есть позвонить, заявить своим желанием, мы хотим приехать отдохнуть, и вы, собственно, принимаете. У нас свежий воздух, хорошая развлекательная программа и очень-очень хорошее питание. Это самое важное. Это уже не было важно, между прочим. Но насчет свежего воздуха согласен, потому что там часто бывает очень-очень хороший район, на самом деле, правда, очень красиво там все. Что за коллектив у вас работает? Коллектив сложившийся на протяжении долгих лет, и новичков нет или все-таки есть? Нам с года в год добавляются новые работники, но невозможно работать у нас и не любить детей. Иначе ничего не получится. А вне лагеря? Это что касается и работников столовой, и наших педагогов. Надо любить детей, надо просто их любить. А вне лагеря ваши сотрудники чем занимаются? Это все действующие педагоги, да? Да, это действующие педагоги. И есть, конечно, у нас в бухгалтерии менеджер по продажам путевок, который принимает заявки на отдых выходного дня, на летний период, на осенний, на зимний. Ну вот сколько сейчас стоит у вас отдохнуть в выходные дни? Сутки с человека 800 рублей. Это с трехразовым питанием. Это суббота и воскресенье? Да, 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 правильно. Получается, 1600, если это там... Нет, 850, это вот именно приезжает в субботу и уезжает в воскресенье с человека. То есть на выходные дни, то есть на уикенд 850. Ну нет, нормально, нормально совершенно. То есть, соответственно, организованная эта группа должна быть? Конечно, конечно. Насколько сейчас востребованы выходные туры? Ну, во всяком случае, уже где-то на месяц вперед есть заявочки. Ох, ничего себе. Вот так вот. А в новогодние? На всю зиму, можно сказать, уже. Дети активно приезжают, представляете, вот одним классом вместе провести у нас сутки. Это ведь дискотека, это вот просто попозже спать лечь, это вместе все они и со своим педагогом приезжают, со своим учителем. Это дети какого возраста? Разные, начиная с первого класса. Ну, то есть практически любой школьный возраст, да? Да, да, да. Ну, наверное, наиболее интересно там все-таки уже подросткам, да, собраться с своим коллективом. Без родителей. Без родителей. И малышам тоже. И малышам тоже. В принципе, да, я согласен, потому что как бы... К нам очень активно, вот если это малыши, они приезжают с родителями вместе. То есть едет классный руководитель и активные родители. Есть такие, кто из раза в раз выбирает именно лагерь «Березка», приезжает? Ну, да, да. И дело в том, что побывав вместе с родителями у нас, и родители прекрасно понимают, какое у нас питание, какая у нас развлекательная программа, и он уже не беспокоится о том, как его ребенок будет отдыхать летом. Что касается материально-технической базы лагеря, я, помнится, был, по-моему, пару раз в лагере «Березка». Ну, я заезжал навестить, собственно, одного из пионеров. Помню, как выглядит лагерь «Березка». Это было, наверное, лет 10 назад, может быть, побольше. Что-то изменилось за последние десятилетия? Новые корпуса построенные. Есть новый корпус. Объекты какие-то. Капитально ремонтируем старенькие наши корпуса. Есть у нас, я бы сказал, на сегодняшний день, наверное, такие элитные места, где в каждой комнате есть душ, туалет. То есть вот и такие есть у нас. Хорошие места. Соответственно, подороже стоит? Нет, стоимость путевки у нас одна. Мы ее не делим. А как распределяется, кому что достанется? Как вот так сделать, чтобы мой-то попал с душем и со своим туалетом? Задают такие вопросы родители. Мне бы хотелось, говорят, о том, чтобы мой ребенок попал в такие условия. Но дело-то в том, что распределение по отрядам происходит уже непосредственно за месяц до заезда детей. Кому уж как повезет. Кому уж как повезет. Ну, в принципе, я думаю, что это не самое страшное для ребенка, если есть у него душ в комнате или нет. Когда приезжают родители, посмотрели, как дети питаются у нас, какая развлекательная программа, и уже на второй, на третий план проживания отпадает. — Насколько я помню, у нас ведь такая система была, что конкретные предприятия владеют или курируют загородным университетом. — Но у вас вроде лагерь-то профсоюзный ведь был. — Профсоюзный? — Да. — Он до сих пор остается. А вроде бы, вот я читал, у вас форма-то такая-то ООО, вот лагерь, да? — Да. — И профсоюз — это как бы ваш учредитель, это Федерация профсоюзов Кировской области. — То есть профсоюзный лагерь остался он, да? — Но попасть-то могут все. — Практически все члены профсоюза у нас. Как-то раньше-то были вообще все. — Просто роль профсоюза в последнее время считается, что как-то она не слишком. — Ну, ты знаешь, когда касается уже путевок и прочих вещей, роль профсоюза вдруг вспоминается всеми. — Вспоминается. И на многих предприятиях, где хорошо работает профсоюз, то еще делается удешевление этой стоимости путевочки и родителям более комфортно. — Ну, давайте, я думаю, что уже зреет вопрос у наших слушателей, да у нас тоже все-таки про стоимость путевок. — Мы про летние сейчас уже говорить будем, да? — Да, про летние. — Ну, соответственно, переходим. — 16-й год уже определена у вас как бы стоимость? — Да, в этот летний период смена будет, 4 будет смены, стоимость одной смены родительской оплаты 10 620 рублей на 19 дней. — Сокращение смены у нас, по-моему, в прошлом, в позапрошлом, да, ведь, году прошло. Ну, потому что традиционно всегда считалось, что 21 день детская лагерная смена, укоротили ее. — И за счет этого 4 смены получилось, да, сделать? — Да, да. Вот детский лагерь «Березка», почему мы сейчас делаем 4 смены по 19 дней, мы успеваем сделать четвертую смену, потому что, ну, вот, востребовано. — А в прошлом году сколько путевка стоила? — В прошлом году она стоила 11 тысяч с копеечками-то. — То есть даже дешевле стало, получается? — Да, в этом году немножечко подешевле. — За счет чего удалось снизить? — Такой маневр совершить неожиданный в наше время. — Ну, посмотрели... — Хоть и немного, но нынче, как говорится, любая копейка дорога, да? — Как-то необычно. — Посмотрели свои затраты, где-то что-то скорректировали. Ну, вот таким образом получается у нас в этом году. — Цена путевки из чего складывается? — Питание основной — источник трат? — Одна из основных. — Точнее, не источник, а расходований. — Да, одна из основных. Дальше идет заработная оплата всего коллектива. Понятно, что чтобы педагоги работали 24 часа в сутки, надо их заинтересовать зарплатой. — Приоткройте тайну, сколько получают воспитатели, вожатые, в летний период? — Не хочет открывать тайну. — По-разному. Есть оклад и есть фонд премиальный. То есть мы видим, кто как работает, и уже от этого зависит его заработная оплата. — А сколько детей у вас за смену заезжает? Сколько вы можете принять? — Вот в наших лагерях принимают 520 вместимых лагерей. — Полтысячи за одну смену. — За одну смену. — У меня 5-го 4 смены — это уже 1080 человек. Серьезно вообще-то, конечно, большой лагерь-то ведь получается. — Да. — Да. — Большое количество детей проходит. — Что касается этой акции, в чем суть? Речь идет о 20 ребятах, которые могут попасть с существенной скидкой в лагерь. — Да. В этом году мы разработали такой грантовый проект. Его название «Я хочу в Березку» разыгрывается 20 путевок, по 5 путевок в каждую смену. — Что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться этой льготой? — Суть проекта «Я хочу в Березку» на каждую летнюю смену, как я уже и сказал, разыгрывается по 5 путевок. И на эти 5 путевок будет существенно снижена стоимость. — Ну, давайте уж прямо скажем, наполовину или нет? — Да. — Наполовину. — Наполовину. — Вот это мужской раздовор, между прочим. — Наполовину. Не на 10 процентов, не на 15. Вот наполовину. — То есть 5300 рублей получается. — Вот, видишь, как хорошо считал. — Спасибо. — Учителю математики научил считать, не прибегая к ручке, бумажке и калькулятору. Так, дальше. — Участвовать в проекте и стать претендентом на эту путевку льготную может любой желающий в возрасте от 6 до 15 лет. Для этого необходимо отправить заявку в произвольной форме. Или можно ее принести к нам в офис на Суриково, 19, 3-й этаж, 316-го. — Суриково, 19 — это у нас гостиница. — Перекресток, Суриково и Калинино. — Угу, там рядышком. — Так, что значит заявка в произвольной форме? От чьего лица пишется эта заявка? — Вот я родитель. У меня, вот я уж как и сказал, он до эфира сыну 9 лет. Я, конечно, его подобен на то, чтобы он в этом поучаствовал, сэкономил родительский бюджет. То есть заявку-то писать я буду или он? — Нет, ваш сын. — Он сам пишет заявку в произвольной форме. Я хочу участвовать в грантовом конкурсе. Мы предлагаем ребятам, младшей в возрастной категории, это от 6 до 11 лет, написать сочинения, размышления, которые содержат в себе информацию о личности ребенка. То, что он может или хотел бы рассказать о себе, к чему он стремится, чем увлекается, чего уже достиг или хотелось бы ему достичь. — Нет, давайте проще, Сергей Анатольевич. — И должен, наверное, быть поставлен ответ, почему именно ему должна быть попасть. — И почему именно он должен попасть в березку. — Давайте проще, давайте разживем, Сергей Анатольевич. Садится ребенок, предположим, 10 лет мальчик, садится, берет ручку, берет листок бумаги или на компьютере может, соответственно, это все. — Здравствуйте, я Петий Васечкин, я такой-то, такой-то, я учусь в такой-то школе, в таком-то классе, занимаюсь, к примеру, в секции, хожу туда-то, туда-то. — Учусь хорошо, маму, папу слушаю. — Да, вот я такой замечательный, я считаю, что я достоин поехать отдохнуть в лагерь «Березка». Ну да, вот это и есть произвольная форма. — Да, и этого будет достаточно, и мы рассмотрим. — То есть это вроде письма Деду Морозу получается. — Здравствуй, Дедушка Мороз, я хороший мальчик, я слушал маму, папу, вот я хочу, чтобы ты мне подарил то-то, то-то и то-то, да? — Совершенно правильно. — И добрый Дедушка Мороз, который у нас сегодня присутствует, в лице директора лагеря, да, потом просто скажет, у кого, кто похвалил «Березку» лучше всех, тот и получит сладкую конфету, наверное. — Нет, но дело-то в том, что не я буду Дедом Морозом, будет весь наш педагогический коллектив рассматривать эти заявки. — То есть жюри большое будет? — Да. — Все будет прочитано, все, что придет. — А, кстати, есть уже заявки? — На сегодняшний день уже 1539. — Сколько? — 1539. — Ой-ой-ой, какой конкурс-то, чтобы в вузах такой конкурс был, а? — Шансы-то все уменьшаются и уменьшаются. — Да, что-то мы тут сидим, это пора уже от 6 до 15. — Ну да. — Ну погодите, Сергей Анатольевич, мы не договорили, вот заявка — это просто «я хочу участвовать в конкурсе», да? Или это сразу уже вот это сочинение? — Нет, это сразу уже сочинение. — То есть он сразу как бы вот уже... — То есть попадает в эту конкурсную массу. — Понятно. То есть надо бы поторопиться. — Расскажите немножко об этих работах, что это за история, что это за сочинение. — Ну о чем пишут? Чем обосновывают свою возможность стремления попасть к «Березку»? — Вчера я прочитал одно из сочинений, один мальчик пишет. Ну вот я уже три года к вам приезжаю, я занимал у вас такие-то призовые места, я участвовал мистер «Березка». Ну вот я очень хочу попасть к вам по льготной стоимости путевки, ну потому что вот не получается у родителей там за полную стоимость купить и по полной стоимости, ну вот пока мне родители отказывают. — Основная масса заявок этих сочинений в электронной форме все-таки приходит или в письменной, приносит непосредственно на 40-19? — И в электронной, и приносит родители и дети. — Напомните, электронный адрес... — Электронный адрес у нас простой — березка-киров-собака-майл.ру — Ну если так на слух трудно воспринять, то можно просто зайти на сайт «Березка» через «З». — «Березка», а «Ё-буква» или просто «Березка»? — «Березка». — «Березка», да, «Березка» — «Дефиска» Киров. — То есть, как бы, да? — Ну дальше уже понятно. — Как долго будет продолжаться этот конкурс? — Мы планируем до 1 марта, но, по-моему, придется увеличивать срок. — К чему, раз заявок и так уже много? Дополнительная нагрузка на конкурсную комиссию? Читать, все оценивать? — Нам надо успеть просмотреть все материалы и быть непривзятым. — А когда стартовал конкурс? С 1 января или? — Да, с 1 января. — То есть, с 1 января, а? То есть, месяц, да, уже прошел? — Там месяц все-таки такой, не совсем месяц января, да, согласись, там какие-то дни, наверное, никто ничего не писал, никто нигде не работал. — Ну, я думаю, развлечение радио для того, чтобы себя занять можно было. — Практически за 20 дней полторы тысячи получается. То есть, очень интенсивно пишут. — То есть, в перспективе можно полторы тысячи умножать на два. — А если учитывать, что мы сейчас еще об этом рассказываем в прямом эфире... — И кто-то уже садится и пишет, между прочим. — Да, кто-то уже садится и пишет. Кто входит в конкурсную комиссию? Все ваши педагоги, да, вы сказали? — Да, все наши педагоги. — Как они успевают такой объем прочитать, переработать? — Еще пока не успевают. — Еще не успевают? — То есть, им еще предстоит? — Это им еще предстоит. — Это же очень много. И чтобы еще и каждый прочитал. — Мне кажется, вам как раз нужно не продлять конкурс, а скорее сокращать сроки. — А по объему какие-то предъявляются требования этого сочинения? — Нет, не важно. — Хоть одна строчка, хоть две. — Ну, наверное, очень-то много тоже не стоит писать. — Ну, почему? — Чтобы не злить членов жюри, что им приходится так много читать. — Я думаю, что об этом не надо задумываться. — Сколько напишется? — Да, сколько напишется. Сколько угодно. — Какие критерии все-таки предъявляются еще к оценке вот этого сочинения? — Ну, те же, не знаю, правила русского языка учитываются. — Если видит педагог, что с ужасными ошибками пишется ребенок, то, наверное, как-то не хочется, чтобы он выиграл. — Ну, я думаю, родители всегда проверят немножко орфиграфию, это уж совсем-то, чтобы не смешить народ. — Какие критерии все-таки, Сергей Анатольевич? — Самое главное, чтобы мы почувствовали, что этот ребенок, у него большое-большое желание попасть к нам в лагерь. — Давайте напомним еще раз, пять вот этих льготных путевок со скидкой 50% на каждую из четырех смен. — Да, каждую смену по пять путевок будет. — А раньше проводились подобные какие-то конкурсы? — Этот конкурс мы делаем впервые. Поэтому, ну вот, что касается старшей возрастной категории, от 12 до 15 лет, дети приносят фото или видеопрезентации. — А, это тоже возможно. — Это очень красочно и интересно. — Это вот вы как раз и говорили, что до 11 лет это сочинение пишут, а вот после 11-го мы, кстати, и не спросили, сидим и поболтаем. А ведь дети-то отдыхают до 15, наверное, да? — Правильно, правильно. — У них это уже как требование фото-презентации? — Ну да, раз у них возрастная уже категория, они постарше. От них мы ждем фото и видеопрезентацию. — Ну, сейчас подростки, молодежь, все с компьютерами обращаются с этими программами, в которых можно сделать презентацию. — Но они именно должны как бы презентовать себя, да, вот как бы показать, кто он такой, и вот что в нем такого есть, чтобы заинтересовать, условно говоря, лагерь Березка, чтобы украсить смену лагерную. — Все правильно. — Правильно. — А для этого можно петь, танцевать, рисовать, заниматься любым творчеством, наукой и так далее. Все это можно в презентации отобразить. — Наверное, в принципе, ведь вы заинтересованы в том, чтобы какие-то вот такие активные люди к вам приезжали, да? — Да, и нам хотелось-то видеть у себя талантливых детей наших. Плюс к заявке есть возможность, если есть грамоты, дипломы, сертификаты, то есть мы их ждем, ждем. — То есть можно копировать или оригиналы? — Портфолио можно открыть, портфолио собрать. — Сейчас, в принципе, все школьники портфолио собирают уже их приучить. — Это же фишка какая-то, да, в современной школе? — Ну, во-первых, это же учитывается в том числе и при выведении оценок, они вот эти портфолио собирают, там все вот олимпиады, там участие где что-то еще, какие-то школьные конкурсы. Там довольно-таки уже пухлые к третьему классу даже, я скажу. Чемоданчик получается. — Так, когда будут подводиться итоги этого конкурса? — 1 марта. — То есть 1 марта уже итоги объявят? Или он просто закроется приемом заявок? — Закроется прием заявок и где-то вот в середине марта мы уже подведем итоги. — Но если вы сказали, будет продлен, все-таки прием заявок чуть попозже еще там. — Да, будет чуть позже. — Это будет какая-то торжественная церемония, вы соберете, заранее пригласите всех этих ребят, 20 человек. — Или просто где-то сообщение дадите. — А может быть я приду к вам на эфир, и мы здесь расскажем с вами. — А, отлично, хороший вариант. — Вот у нас слушателей сколько будет, сразу дополнительных. — Обрадуем, обрадуем в прямом эфире. Будет ли все-таки, а нет, это все-таки две разных возрастных категории, да, с 6 до 11 и с 11 до 15. То есть равное количество ребят будет? То есть по 10 или что? — Нет, мы увидим по заявкам. Вот есть грантовый фонд, 20 путевок. И неважно, может быть это будут только малыши, а может быть это будет старше. — То есть исходя только из содержания того, что вы получили, не от возраста. То есть у вас нет такого плана, что мы возьмем столько таких, столько таких. Но это, кстати, хорошо, наверное, правильно. — Более полутора тысяч заявок — это, на ваш взгляд, все-таки успех. Достаточно большое внимание вы привлекли к себе. — Честно говоря, мы не ожидали. — Не ожидали. — Не ожидали. — Мы тоже тут не ожидали. Вы когда сказали полторы тысячи, посчитали за 20 дней, это же что-то такое очень неожиданное. — Если учесть, что полная вместимость лагеря на летний период — 2080 путевок. — Ну, что-то мне подсказывает, что основная масса тех заявок, сочинений, которые приходят, — это те, кто бывал уже в «Березке», да, ребята? — Да, да. Это наше постоянное. — А им какое-то предпочтение тем, кто постоянно у вас бывал, будет отдаваться при подведении итогов? — Вот мальчик, вы говорите, пишут, я уже три года у вас, я у вас там побеждал, там и все прочее, да. А вот кто-то вот первый раз захотел. Первый, но представляете, если он талантливый и нет другой возможности попасть к нам, то мы предпочтения делать не будем. То есть, былые заслуги не в счет. — Вы сказали неоднократно, что таланты, таланты нужны, а эти таланты вы за тем как-то используете в своей работе? Ну, вот идеи, которые ребята высказали, не знаю, что. — Мы смастерили, вы берете это на вооружение, что называется, в лагере. — И вообще мы представляем, что как раз вот эти дети станут главными лицами фонда поддержки детской инициативы нашего лагеря. — Так, поподробнее, что это за фонд такой? — Это некий такой костяк, на котором будет построена вся лагерная смена. — Это в рамках лагеря. — Фонд — это люди. То есть, это фонд не как вот все представляют фонд, вот эту кучу вот этих вот зеленых бумажек. Фонд — это люди. Это как бы золотой фонд лагеря. — Да-да-да, совершенно правильно. — А то я тоже не о том поддумал. — Ну, я думаю, мы все рассказали. Давайте еще раз напомним, конкурс продолжается до 1 марта. Возможно, будет продлен, сказал директор лагеря «Березка» Сергей Коновалов. Отправлять можно на электронный адрес лагеря «Березка». Проще просто набрать в поисковике, зайти на сайт, почитать, там можно узнать этот адрес. Либо принести лично эту заявку, сочнение или презентацию на Сурикову-19. — Можно направить по факсу. — 63-37-55. — Ну, сейчас, мне кажется, уже факсом все-таки меньше пользуется. — Меньше. — Да, тем более, сейчас компьютеры у всех, и у детей, и у взрослых. — Нашим детям удобнее по электронке. — Конечно. — Ну что ж, поздравляем вас с таких успехов. — С успешным началом этого конкурса. Думаем, что он будет продолжаться не менее активно. И вы на самом деле отберете самых достойных для своей смены. — Спасибо. — Надеюсь. — Спасибо, Сергей Коновалов, директор детского оздоровительного лагеря «Березка». И, кстати, итоги опроса давайте подведем сразу уж. По большому счету ничего не изменилось. На нашем сайте хакиров.ру вы ездили в пионерский летний лагерь отдыха. Вот такой вопрос. 70, ну, почти 80 на 20. 80 ездили. — Ездили все-таки. — Да, ездили. А на нашей странице ВКонтакте, ну, чуть поменьше. 60 на 40. Вот так вот. — Ну, все равно, где-то большинство все-таки успевает съездить в юные годы. — Да, куда нужно. — Да, спасибо. Сейчас у нас перерыв, и мы с Николаем вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Мужская пятница». У нас 10 минут остается в этом часе. Во втором часе, напомним, будет культпоход со Светланой Удзельной. Будем разыгрывать билеты на всевозможные культурные мероприятия. Или не культурные? — Нет, у нас все-таки культурные. Все культурные мероприятия. Так и называется культ, походу, что никто ничего не путал. — Ну, коли уж сегодня пятница, 29-й, конец рабочей недели, хотелось бы некие информационные итоги подвести этой неделе, Николай. Не против? — Почему нет? Совершенно не против. — Кстати, если вы еще не в курсе, то в эти выходные у нас ожидается потепление. — Оно уже началось. — Да. — Оно уже началось в виде метели. Но потепление, я так понимаю, будет в виде дождя, возможно, ледяного. — Да, говорят об этом. — Такое потепление сомнительное, я бы сказал. — Кто-то даже говорит о том, что плюс три ожидается. Я это к чему? Городская администрация у нас предвидит эту ситуацию якобы. И вот на этой неделе, буквально накануне, глава городадминистрации Александр Перескоков распорядился, чтобы... — Отменил выходные. — Нет. — Нет? — А, ну да, отменил выходные для чиновников. — Отменил выходные, да, для чиновников, условно. Для тех, кто занят на очистке города от снега, да, это я читал. — Ну, речь идет, в первую очередь, видимо, об инспекторах так называемых теруправлений, чтобы они в субботу и воскресенье вышли, ходили, контролировали. — Ну и, соответственно, принимали решение, если где-то что-то не происходит. Я понимаю, не просто ходить, ходить-то и мы с тобой можем контролировать. — Я что-то не припомню, чтобы у нас глава администрации принимал такое решение. Или это периодически все-таки бывает? — Возможно, просто это было не публично, я не знаю, вот так вот, чтобы нам взяли и сообщили, что городские чиновники не будут в эти выходные отдыхать, там, большей частью, это было, по-моему, первый раз на моей памяти. — Ну, довольно такой человеческий шаг. — Ну, по идее, он понятный, потому что, вот как показал опыт предыдущего снегопада, да, довольно-таки трудно все это давалось, и нареканий было очень много, кому они нужны. Вот, и, во-вторых, ну, что-то, это же и ДТП там, и прочие неудобства. — Ну, тут идея-то какая закладывается, то есть этот инспектор, чиновник, видишь проблемный участок, должен оперативно как-то сообщать коммунальным службам, чтобы вот именно сюда вот этой угрозы не было. — Да. Ну, чтобы, по крайней мере, не было такого, что снег валит, все засыпано, и ни одной машины вокруг, да. Потому что, я не помню, мы считали, с кем-то у нас выходит порядка 180 автобусов, обычных рейсовых, да, в день, и мы постоянно эти автобусы видим. А потом сообщают, что порядка 150 единиц снегоуборочной техники работали, да, в этот день. А почему-то эта снегоуборочная техника, она же должна так же, как автобусы, постоянно на глазах быть, она же работает, а ее почему-то никто не видит. Вот, видимо, чтобы такого не было, решили в эти выходные все это проверить и просмотреть. — Ну, несмотря на то, что чиновники за нами будут присматривать. — Ну, не за нами же уж, господи, у них есть своих дел хватает. — Нам все равно, видимо, нужно держать ухо востро, раз уж разыграется, возможно, разыграется непогода, то осторожными следует быть. — Ну, это, мне кажется, автомобилистом, ты же у нас автомобилист. — Ну, я как автомобилист? Больше пешеход, чем автомобилист. — В эти выходные, я думаю, как говорят обычно, тебе следует воздержаться от поездок по городу и пользоваться общественным транспортом. — Я последние две недели, наверное, воздержусь от поездок на автомобиль. Ну, потому что пешочком прогуляться ничего не стоит. — Да и быстрее выходит. — Да, быстрее. — Быстрее выходит, я заметил тоже, да. — Да, еще о новостях этой недели. Николай, безусловно, в курсе. Наше следственное управление подводило итоги работы за 2015. — А в этой неделе очень много кто подводил итоги. — Да, за 2015 год. Ну, самое, что привлекло, по крайней мере, мое внимание, было заявлено о том, что так называемое дело Прокоповских в феврале следствия завершится, и материалы будут уже передаваться далее куда? В прокуратуру? — В прокуратуру. — В прокуратуру для утверждения, да, заключения, потом в суд. — Как сказал глава, господин Житинов нашего следственного управления, главе Прокоповских, Михаилу Прокопу, светит 16 лет. — Ну, он как-то так сказал, что он считает, что это даже маловато. — Но, да, по его мнению, для человека, который причастен к 10 смертям, это, да, действительно, недостойное, в кавычках, наказание, должно быть больше. — Ну, в конце концов, суд может ведь поставить урок и больше, чем требует прокурора. Такое бывало. — В комментариях, кстати, многие люди пишут о том, что, ну, вот, генерал Солодовников уехал, и это дело, может, как-то разваливается. — Кстати, насчет Солодовникова, мне больше понравилась фраза у Житинева, как раз ты, наверное, читал тоже ее, что он скучает, скучает без Солодовникова. — А он прямо так и сказал. — Да, он так и сказал, скучает без Солодовникова. Ты вот скучаешь без Солодовникова? — Я нет. — Почему? Ну, с ним же веселее было. — Вот сейчас бы вот у нас с тобой был разговор, был об информповодах, мы бы первого, кого вспомнили. Генерал Солодовников сказал, так ведь было всегда, он всегда, каждую неделю что-нибудь интересное говорил. — Кстати, почти год ведь уже прошел, да, с того момента, как он в Самару был переведен, в феврале 2015-го это состоялось. Кстати, многие следят, я знаю, за деятельностью генерала Солодовникова, я имею в виду здесь, в Кирове. По-моему, даже... Он, кстати, там тоже довольно открыт. — Довольно открыт, но все-таки он там, вот если смотришь просто новость по Самаре, он там занимает гораздо меньше места, чем занимал в новостях в Кирове. Ну, там, видимо, город гораздо крупней и таких фигур знаков больше, чем у нас. — Я даже видел в интернете архив программ, записи программ, куда приходит Сергей Александрович, там, в Самаре, видимо, один из местных телеканалов, прям программу под него выделил, и вот он, по-моему, раз в месяц приходит и отчитывается. — Ну, в общем-то, это правильно, по идее, должно первое лицо приходить и говорить, так сказать, чтобы, ну, с глазу на глаз, так сказать, рассказывать, как все происходит. В этом-то плане он у нас на самом деле был, так отличался от многих. — Да, еще какими новостями запомнится, а может, не запомнится, выходящая неделя, на протяжении всех этих дней нас активно стращали с иным гриппом. — Так до сих пор продолжают ведь. — И продолжают стращать, и уже подтвержден, да, ведь, случай смерти, вот, отсложнение. — Да, случай смерти, отсложнение, да, подтвержденный, по-моему, 15 человек еще зарегистрировано на заболевание, насколько я помню, по данным Роспотребнадзора. Сегодня, кстати, на сайте Роспотребнадзора такой неожиданный совершенно опрос, они прямо как мы опрос проводят. — Пользуетесь ли вы защитной маской на улице, когда посещаете какие-то места скопления людей? — Глупый какой-то опрос. — Ты знаешь, вот на момент, когда я уходил сюда, там, значит, довольно-таки много уже людей ответило, там, сколько-то сотен человек, насколько я помню, и не пользуется, пользуется маской, когда появляются в местах вообще скопления людей, как бы 41% ответивших. Вот, я, правда, на улицах 41% пока не видел, но, может, в других местах я бываю, не знаю, вот. А вариантов еще ответа нет, что я считаю, что это не эффективный способ, там порядка было 39%, а остальные ответили, что не пользуюсь, потому что это некрасиво. — Нет, я стесняюсь, я стесняюсь. — Эстеты такие, да? — Ну, может быть, это и к женщинам относится. — Знаешь, маска вряд ли красит женское лицо. — Кстати, пару лет назад, когда я тоже болел простудой, сын был совсем-совсем маленьким, я носил как раз эту маску. Если пользоваться, точнее, если пользоваться ей по правилам, она же не более двух-трех часов, по-моему, да, и постоянно ее носить, ну, денег на это надо тоже немало, чтобы постоянно маски менять. — Сейчас еще где-то прочитал, что их не везде и купишь еще. — А, кстати, на фоне этих предупреждений о свином гриппе, о том, что нужно профилактикой заниматься, наше Министерство здравоохранения отчиталось о том, что в аптеках есть все препараты. — Ну, как-то тут странно получается, что есть все, читаешь сообщения, письма читателей, там, на какие-то сайты везде, они пишут, ничего нет. Все, смели, там, возможно, просто люди ходят в разные аптеки или пользуются разными данными. Я не знаю, пока я не обращался в аптеку, как-то, не знаю, у меня такой фаталистический подход к этому делу, что... — Будь что будет, что будет, да. — Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет, да, вот я так считаю. — Ну, разное очень мнение, потому что, да, с экрана телевизора говорят, что все спокойно, приходите в аптеку, все есть. С другой стороны, жалобы на то, что там, помнится, оксалиновые мази нет, этих же повязок там не могли, масок не мог кто-то купить и так далее. Не знаю. — Еще о новостях этой недели, опять-таки, к следственному управлению возвращаюсь. Сообщил следственное управление, что на этой неделе была завершена проверка, да, это доследственная проверка в отношении... — Смерти Сергея Луизянина. — О причинах, собственно, его смерти. 26 ноября он, напомним, скончался на территории СИЗО номер один, да, ведь? — Заболевание. А. Смерть наступила в результате хронической атеросклеротической болезни сердца. Ее течение осложнилось острой сердечной недостаточностью. — Ну, это вывод, как бы, в этой комиссии, хотя там, кроме этого, описано еще достаточно много всевозможных, скажем так, телесных повреждений, обнаруженных на теле Сергея Евгеньевича, они тоже есть в этой справке, но там указано, что они не являлись причиной смерти. — Илесные повреждения. — Да, там что-то с ребрами, что-то там с губами, что-то еще где-то. Есть такая бумага, да, и там написано, что просто вот эти все вещи, да, они не могли стать причиной смерти, поэтому они не рассматриваются в качестве вот такого, и поэтому в возбуждении уголовного дела решено отказать. — То есть точка поставлена, Лусянина нет, и нет по этой причине. — Лусянин умер с естественной смертью от сердечно-сосудистого заболевания. — Еще одна новость этой недели. Наш губернатор похудел на 17 килограммов, о чем торжественно сообщил в своем твиттере. — Ну, понимаешь, вот... — Сказал, что нужно, написал, вернее, что вот приходится теперь гардероб менять. — Гардероб менять, это очень знакомо, потому что я в этом году похудел на 15, но я, правда, в твиттере об этом не писал. — Да, об этом никто не знает. — Да, нет, об этом как раз все знают, потому что по мне-то это видно. Я и так-то был не особо велик, и поэтому утрата 15 килограммов очень бросилась. — А по Никите Юрьевичу? — По Никите Юрьевичу я вот, честно говоря, вот только по записи в твиттере это понял. Я не знаю, я не так внимательно его рассматриваю, может быть, стоит посмотреть повнимательнее. Но, может быть, еще 17 килограммов, 15-17, можно ему бросить. Тем более, что вот вы на этой же неделе появились очередные итоги рейтинга фонда развития гражданского общества Костинского, это при администрации президента. — Рейтинги губернаторов, да? — Да, рейтинги эффективности губернаторов, да, где Никита Юрьевич потерял четыре позиции. Может быть, как-то это вообще вещи связанные? Вот потеря позиций политических, как бы, и потеря веса. — Если учесть, что он еще кровопусканием соберется заниматься, он тоже об этом в твиттере написал? — Да, да, да. Ну, я не знаю, видишь, вот я с кровопусканием связан самым естественным образом. То есть я в детстве плавал там в Волжских лиманах, где пиявки сами тебе устраивали кровопускание, только знаю, уворачивайся. Вот, я не заметил, чтобы кто-то из тех, кто купался рядом со мной, от этого худел. Все как были, так и оставались. — Ну, по поводу, конечно, сброса веса любой доктор скажет, что там даже минимальное, оно положительно сказывается. — Ну, а вот резкие переменные вещи, они вообще-то всегда вызывают настороженность. Поэтому как бы тут надо быть очень осторожным. Думаю, в том числе Никите Юрьевичу. Мы не хотим, чтобы с ним что-то плохое случилось. — Ну, на этом вот наша подборка новостей за эту прошедшую неделю, уже практически прошедшую. Я имею в виду рабочую. Так или иначе, рабочий день еще продолжается. Удачно вам завершить. Его у нас завершается первый час мужской пятницы. Во втором части нам компанию составит, во-первых, Светлана Удельная. — А во-вторых, Роман Веселков. — Да. Ну, еще гости у нас, естественно, будут, представители культуры. Прямо сейчас у нас новости, тематические программы. И в 12.05 мы стартуем снова.